Ведущий российского Первого канала, пропагандист Артем Шейнин в эфире своего ток-шоу прямо признал, что России не нужны все эти русские, которые проживают в соседних странах и которых Россия на словах все время защищает, которым на словах очень сочувствует. По словам Шейнина, все эти люди нужны России исключительно для пропагандистских материалов, для пропагандистских ток-шоу, а в реальности им никто не сочувствует и помогать никто не собирается. Шейнин рассказал историю своего знакомого из Литвы, который захотел получить российский паспорт, вернуться в родную Россиюшку, но столкнувшись с системой, понял, что никому в России он на самом деле не нужен. У меня вот есть человек как раз вот из Прибалтики, из Литвы. Русский, более русский, чем многие как бы самые-самые русские. Вот человек просто пошел по положенному алгоритму получать гражданскую Российскую Федерацию. Ну как-то ты знаешь, вот я думаю, что если он вначале хотел быть каким-то там вот, значит, антифашистом и там где-нибудь что-нибудь, как Зихард Зорге, то ты знаешь, наша система... Отрезвила. Да, его отрезвила очень сильно, то есть как бы она ему показала, что ты знаешь, ты нам как бы очень нужен, но ты вот нам нужен как некий мифический русский вот в ток-шоу, а вот когда ты приходишь сюда, вот нам как бы люди, которые приезжают из других мест, они нам нужны, они получают быстро и как бы без всяких. А ты вот походи-ка, деньги поплати там не по одному разу за, так сказать, оформление документов с ошибками, которые ты потом будешь. Классно, да? На словах российское правительство очень сочувствует русским из стран Балтии, постоянно рассказывает, как их там страшно притесняют, как их необходимо там защищать от местных вот этих фашистов, которые не любят все русское, значит, все запрещают. Это вот только Россия, значит, защищает права этих людей, но как только конкретный русский человек из Литвы захотел получить российский паспорт, захотел получить какую-то поддержку, переехать в Россию, то тут же выяснилось, что России такие люди не нужны, никто ему не помог и на этого человека в России оказалось всем плевать. И что важно, да, что об этом нам прямо рассказывают на российском государственном канале российский пропагандист, который прямо признает, вот это же его слова, прямо говорит, что русские, вот эти стран Балтии и России нужны только лишь для ток-шоу, для сюжетов о том, как страшно там всех притесняют, для того, чтобы разжигать вражду к странам Запада, к странам Балтии, к другим соседним государствам, а больше ни для чего России и русские из этих соседних государств на самом деле не нужны. Это, кстати, очень четко видно на примере Украины, где тоже, помните, годами российская пропаганда рассказывала, значит, про притеснение русскоязычного населения, про то, как нужно это население спасать и защищать от украинских фашистов и так далее, а затем просто этих всех русскоязычных граждан использовали как предлог для нападения на Украину, для захвата каких-то территорий, какой-то украинской собственности и для разграбления этих территорий. А на самих людей наплевали, отношения к ним прекрасно видно на примере таких городов, как Мариуполь, Попасная, Северодонецк, Бахмут, Солидар, Маренко, от которых российская армия не оставила ни ничего, не пожалев там ни людей, ни дома, ни растения, вообще от этих городов оставила там, ну, целые пустыни от некоторых, ну, от некоторых осталась половина. Вот это и есть все реальное отношение России к русским и, что важно, что характерно, вот даже ведущие российских госканалов все открыто признают, все открыто говорят, как есть. Думаю, это важная информация, надо и поделиться, оставьте лайк или комментарий, чтобы больше людей посмотрело видео, чтобы оно получило больше охват и обязательно подпишитесь на канал, это тоже очень важно. Продолжение следует...